Здравствуйте, меня зовут Кастова Юлия, мне 20 лет. На данный момент я проживаю в Тульской области в городе Венёв. Закончила Калужский колледж культуры и искусств по специальности декоративно-проходное искусство и народные промыслы по специализации лако-миниатюрная живопись. Что касается моего творчества, то я больше предпочитаю графику. Цветную, черно-белую, то есть основные инструменты, которыми я пользуюсь, это ручки шариковые, в основном черные, иногда я домешиваю к ним какой-то цвет. Могу использовать смешанную технику, акварель, тушь, либо гуашь и черные ручки. Но в любом случае, в основном, к живописному подходу я прибегаю очень редко. Хотя моя учеба непосредственно заключалась в классической живописи, в классическом подходе, но, так сказать, это не мое. И я всегда это разбавляла каким-то более своим графическим подходом или делала работу 50 на 50. То есть 50 работ по классике, 50 работ и так мне нравилось применять какие-то графические элементы. Рисованием я, в принципе, занимаюсь с самого детства. Профессионально я закончила только три года художественной школы и получается колледж культуры. Вообще на данный момент я пытаюсь реализовать себя в этом творчестве. Также самосовершенствуюсь, то есть занимаюсь сама, потому что колледж я окончила буквально в 21 году совсем недавно, то есть летом. А работаю, основная моя работа, это педагог дополнительного образования в школе. То есть я занимаюсь и рисую с детьми. Но впоследствии мне хотелось бы отказаться от этого и стать полноценным художником. Что же касается работы, которую я представляю на второй тур данного конкурса. Вторая работа называется «Цирк уродов». То есть она иллюстрирует завуалированно под цирк семь смертных грехов, с которыми сталкивается человек в жизни. Поэтому имейте ввиду, что цирк уродов, потому что грехи уродут человека и внутренний, и внешний. В центре композиции, композиция идет по кругу, в центре композиции находится черная рама, в которой разбитое зеркало и двор, ну как бы дымка, такая вот черная, силуэт человека. То есть нет точно прорисовки лица, волос и так далее. Это главный герой. Главным героем здесь с вами, в нашем цирке уродов, являемся мы сами. То есть зеркало разбито, потому что никто, никому не нравится, когда на его грехе обращают внимание, и самому человеку не нравится в этом копаться, соответственно начинает злиться, когда ему этим тыкают. И в данном случае это переходит в какие-то последствия. В данном случае зеркало разбито. Получается, мы являемся с вами и главным героем, который управляет этим цирком уродов, да, самым главным, а также и его зрителям, которые за этим же и наблюдают. То есть, допустим, если бы это была полноценная афиша, то там можно было бы купить только один билет, где ты являешься зрителем. Место и время не ограничены, потому что, так сказать, скатиться можно в любой момент и в любом месте. Вокруг расположены непосредственно сами грехи, которые сделаны под цирковых персонажей. Прямо под главным персонажем, то есть нами сидит уныние с маской в достаточно скрытной позе. Далее идет гнев. Для меня это самый сильный грех, как, так сказать, так внутренний, так и внешний. То есть, для человека очень сильно захватывает это чувство, он очень редко может остановиться, когда грех легко эти грани. И потом оно может перейти в то, что выльется на окружающий мир. То есть, физическое насилие, моральное насилие над другими людьми, животными и так далее. Поэтому и гнев изображен как силами. Далее идет тщеславие. Тщеславный человек это человек, который работает на взаимовыгоде. То есть, я сделаю тебе, а ты обязательно сделаешь мне на других условиях, я работать не буду. И человек, который очень любит привлекать внимание себе, даже насильно его забирать у других. Чтобы постоянно во внимании главный был только он. Поэтому я изобразила девушку на ходулех. Потому что достаточно колоритный персонаж и невозможно не заметить человека на ходулех с таким ростом по сравнению с другими людьми, которые обычного роста. Если присмотреться на брюках и волосах, у нее павлины перья. Так как павлин, по моему мнению, привлекает очень много внимания в своей расцветке. Он очень гордо ходит, раскрывает хвост. Яркий и подсознательно и, точнее, в общем, ты обращаешь внимание на него сразу. Особенно на фоне каких-то блеклых, других, более естественных цветов по цвету животных Дальше идет гимнастка, у которой вся одежда увешана золотом. Это среболюбие. То есть, чрезмерная любовь к деньгам. Далее идет жонглер. Это прелюбодеяние, то есть, измена. Он жонглирует мечами, на которых изображены женские лица, различные лица. То есть, это человек, который не ценит своего партнера, меняет партнеров так же быстро, Перекидывается ими. Как жонглер перекидывает мечи в своих руках. Далее идет грех чинового угодья, то есть, чрезмерная любовь, избыточная любовь к кеде, Которая ведет к избыточному весу, ухудшению здоровья. Поэтому он изображен как клоун, такой толстый клоун, большой одежде. И четко нарисован рот, зубы, он даже грызет ленту, чтобы как бы усилить восприятие данного персонажа. А на шляпке у него, допустим, табличка такая красная написана, слово «Еда». И ниже последнее идет гордыня. Это дрессировщица. Для меня, когда говорят слово «дрессировщик цирковой», Наверное, скорее всего, это воспоминание с детства, такая ассоциация как бы, Сразу всплывает, когда дрессировщица выступала со львами, гордыми животными, Которые сидели на таком постаменте, и она как бы управляла ими. Поэтому гордыню я решила проиллюстрировать и изобразить как дрессировщица, Который сидит на данном постаменте. И смотрит на зрителя гордым взглядом. Также гамма, что же хочется сказать, используется черно-красная. Черная, потому что работа графическая, используется черная шариковая ручка. А красный — для усиления эффекта, для привлечения внимания к деталям, Которые помогают нам понять, какой персонаж за какой грех отвечает. То есть уныние — маска веселая, в которой он скрывает свою печаль. У гнева — это штанга, у тщеславия — перо павлиньи, У стреболюбия — монеты на костюме. У чтвевоугодия — красный рот и зубы. И на шляпке слово «ид». У гордыни — постамент и палка, которая помогает ей в работе. И у измены — это непосредственно шары, которые нам жонглируют. То есть красный — очень агрессивный цвет, и мы непроизвольно обращаем на него внимание. И как раз таки он и усиливает восприятие персонажа. И помогает нам быстрее догадаться, что хотел передать автор, так скажем. Я хотела этой своей работой привлечь внимание зрителя к себе, к окружающему миру, к людям, которые его окружают. И действительно задуматься, как мы живем и что мы делаем. Потому что у многих людей в современном мире присутствует хотя бы один из перечисленных грехов. Может быть, не в запущенном каком-то состоянии, а в таком среднем, но он есть. И люди очень часто не обращают на это внимание. И самое главное — они не хотят в нем копаться. Это будет их раздражать. И мне все-таки хотелось, чтобы люди были внимательны к себе и к другим. Поэтому в своей работе «Цирк уродов» я хотела осветить именно эту тему. Она мне очень интересна, как и многие другие философские темы. Например, тема из моей первой работы для первого тура. Про чуму, эпидемию, про помощь и про загнанность людей. Я вообще очень люблю философские темы. Какие-то глубокие темы жизни и смерти, грехов, заповедей. Религия мне тоже нравится в этом плане. Но не как успешники религиозности, а именно как наблюдатели и философов. Поэтому я решила, что это достаточно серьезная, важная, а самое главное — интересная тема. Которую можно интерпретировать очень по-разному. Чтобы привлечь внимание людей к данным проблемам. А еще забыла упомянуть, почему там использованы ленты. Я вдохновлялась старыми цирковыми афишами. И в каждой цирковой старой афише существовали на персонажах ленточки, которые их подписывали. Здесь произведено то же самое. То есть каждый персонаж подписан лентой, на которой написано название греха. То есть гнев, уныние, стреболюбие и так далее. Также они используют в черной и красной гамме. И вот стилистика букв сделана именно под старые афиши. Под буквы на старых афишах. Что еще хочется сказать. Тема семисмертных грехов. Мне кажется, она актуальна была тогда и актуальна сейчас. И чем больше художники будут о ней говорить и привлекать внимание, тем больше это пользы принесет. И тем больше люди будут обращать внимание на данную тему. Но в какой-то сухой и старой интерпретации это смотреть уже не интересно. Поэтому мне хотелось сделать эту работу такой, чтобы она хотя бы на секунду могла задержать ваш взгляд. И о чем-то задуматься. Задуматься о себе, о других. И о том, как мы вообще с вами живем и что мы делаем. Спасибо за внимание. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok